В смысле? Там никогда не бывает. Ладно, на самом деле хочу начать с поздравлений. Поздравлений в том плане, чтобы вы это все выдержали. Эти два дня были достаточно тяжелые. Я думаю, особенно те, кто не спал, уже все вырубает там окончательно. Опять небольшие итоги. Мы реально два дня здесь прям усилили, кодили, смеялись, чего только не делали. Нас 82 человека здесь, именно участников. Еще там команда Waves, там периодически по 10 человек даже было. 30 часов кодинга и 24 команды, это включая тех, кто из Waves, сотрудников Waves. Спасибо вам большое еще раз. Я надеюсь, вам было весело, да? Кому было весело, давайте вот. Круто. Кому было весело, давайте. Спасибо, реально. Ребят, это было прям очень круто. Так. На самом деле, команды были очень-очень сильные. Мне, вот, я не знаю, как моим коллегам в жюри, вот мне было тяжело даже отвечать некоторые вопросы. То есть приходишь, мы хотим сделать вот это, ты думаешь, блин, никогда в жизни не задумывался, что такое можно сделать. Реально, вот для меня очень много было классного фидбэка касательно Waves, касательно каких-то инструментов, связанных с разработкой на Waves. Я думаю, коллег, такое же впечатление. Я еще скажу вам, что мы вам вышли небольшой опросник по фидбэку, там, что, как, что понравилось, какие инструменты использовали, что было так, что было не так. Так, просьба заполнить максимально подробно. То есть нам это важно. Я надеюсь, мы еще будем с вами сейчас на других хакатонах и в следующем разы, чтобы у вас не было проблем, если они у вас в этот раз были. Окей? То есть мы вам в каком-то виде пришлем этот опрос. Пожалуйста, отнеситесь к этому с полной серьезностью. Да, немножко пару слов снова про организаторов. Мы, Waves, старались сделать все для вас, чтобы вам было максимально здесь комфортно и чтобы вы были максимально эффективны. Но хочется поблагодарить, в первую очередь, баннер-дист, которые помогали со всем. Да. Баннер-дист реально помогал абсолютно со всем. То есть просто без них бы ничего не получилось. Ну и, конечно, эту прострацию прекрасному. Несмотря на видео, которое не запустилось, и черные квадраты, которые мы видели, в целом, как бы, в самом деле все прошло классно, помещение классное, все круто, прямо в центре Москвы. Спасибо, DigitalOctobr, что привлечил у нас в очередной раз. Давайте их тоже похлопаем, а то как-то... Баннер-дист, по-хлопаем, вообще-то, по-хлопаем. Да. Про баннер-дист еще вернемся и поговорим. Про команды. Вот, что меня порадовало очень сильно, в целом, вот, мне кажется, более-менее друг с другом общались, делились впечатлениями, какими-то, там, спрашивали что-то друг у друга. Вот, кто спрашивал и получал помощь от соседей команд? Ну, там, или там, вот, людей вокруг. Поднимите, пожалуйста, руки. Да, я думал, получше. Нет, ну, в любом случае, есть над чем работать. В следующие разы постараемся сделать это покруче. Сейчас я даю слово члену нашего жюри, Юрий Найдзенов, который был экспертом, помогал о ваших двух треках. Юр, скажи нам пару слов про команды, про свои впечатления. Можешь сказать? Ребят, всем спасибо большое, что приняли участие. Я вас еще раз призываю прям оставлять фидбэк, потому что Хакатон, в первую очередь, был полезен и для нас. Мы будем улучшаться, улучшаться. И я надеюсь, что в будущих Хакатонах будет больше команд, больше участников, будет еще интереснее. Проектов много. Ну, мне, естественно, понравился больше всего гейминг-трек. Он был самый интересный, на мой взгляд. И спасибо еще раз. Не буду пока раскрывать интриги. Спасибо, Юр. Мы оба дня на площадке, кроме меня, Юр. Старался все время здесь быть. Это Алексей Кофман. Юр, скажи нам тоже пару слов, пожалуйста. Спасибо. Очень жарко было дискуссия сейчас у нас тут. Ребята, реально, просто непонятно. До сих пор еще какие-то сомнения, может быть, остаются. Но, в целом, что могу сказать, что, конечно, очень много внимания мы уделяли к идее, как она реализована, юзабилити, как это представляется, как продукт. Надеюсь, что выигрыши обрадуются, прогресси не очень настроятся, и там еще какие-то будут участиные призы дополнительные, и поэтому, надеюсь, много будет счастливых людей. Спасибо. Ну и Саша Иванов, председатель нашего жюри. Да, я, как обычно, не справляюсь с презентацией. Я его вообще не люблю, как он. Я один слайд показал, наверное. Да, слово Саше. Спасибо, Иванов. Спасибо, ребята, за кодинг, спасибо за очень нравится, что используя технологии, которые мы сейчас активно продвигаем, и которые, в принципе, являются для нас очень важными, это наши смарт-контракты, которые, с одной стороны, нон-переинкомплит, с другой стороны, неожиданно, да? То есть пока им достаточно тяжело пользоваться, и спасибо вам, что пытались это делать. Скоро им станет пользоваться проще, потому что у нас будет аддейт и язык айд, будет стейт, смарт-контракт будет немножко попроще. Мы считаем эту схему более интересной с точки зрения блокчейна, она более правильная, чем то, что есть сейчас, и это будет точно развиваться. Поэтому люди, которые сейчас придумают, как работают в смарт-контракте, в принципе, очень круто могут выиграть в дальнейшем, потому что я считаю, что эта схема будет серьезной альтернативной схемой всего имеющимся. Это наша оригинальная схема, не только наша, есть еще команды, которые развивают подобные направления, но она сильно отличается от того, что делают другие люди, я считаю, лучших сторон. И второй продукт, который очень здорово, что вы используете, это WaveSkipper. WaveSkipper фактически что-то такое. Это некая база для будущей экосистемы приложений на Wave изинтересованных. То есть, да, в принципе, конечно, это некая она не на масках, но мы пойдем дальше здесь, мы пойдем в сторону именно целой экосистемы в N3 приложений. То есть это будет браузер, система голосования, мы будем эту экосистему делать возможным, и на ней может быть очень много интересных приложений. Концепт V3.0, он, в принципе, выкристаллизовывается. И те продукты, которые мы делаем, они уже очень про блокчейна, про рейтинг. И Kipper, WazeSkipper, такой маленький gateway вот от нового мира. Поэтому люди, которые будут следить за тем, что мы делаем, я думаю, в принципе, могут здорово выиграть. Очень здорово, что вы пришли к нам в тот момент запускаются эти продукты, и мы очень надеемся, что вы будете идти за нами, вместе с нами возможно еще переделиться. Спасибо. Спасибо, Саш. Ну что, настало время для самого ответственного момента. У кого-то ржет коленки. У меня, да. Только у меня, да. У Леши со мной ржет коленки. Фух. На самом деле, нам бы хотелось наградить реально вот прям несколько команд в каждом треке, но так уж получилось, что мы задали такие правила, что у нас один победитель в одном треке. Поэтому мы в целом решили не отступаться от этого. Правило есть правило. Давайте перейдем к делу. Трек номер один. Identity Key Management. Да. Приглашаю на эту сцену команду победителя. Я просто жду ваши лягции. Шатагует. Ставлю, я не знаю, парабанная трек. Ладно. Команда имени Диффи Хеллмана. Аплодисменты 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, геймити сделали реально классную игру за небольшое время. Нам особо это понравилось, что они вот, скажем так, вот эти одежки в блокчейне, которые бывают, они вот обыграли это так хорошо, прям так интересно. Надеюсь, ты действительно не обиделся, что его пытались затопить, а мы наградили эту команду. Поэтому... Я не обиделся. Я не утонул. Ну, тогда все отлично. На самом деле, в этом треке нам очень, очень, прям очень сильно понравилось второе решение, которое сделала команда Концепсус по неволе. Ребят, у нас к вам есть разговор, у нас есть программа по поддержке разработчиков игр. Мы хотели бы с вами поговорить по поводу этой программы. И только, пожалуйста, после вот этой нашей официальной части найдите Юру, поговорите с ним. То есть для вас тоже есть хорошие новости. И для вас тоже есть, да. За носочки! Все рады, за носочки! Похлопаем, давайте, в конце тут по неволе. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш третий трек, который назывался Fraud Detector, был достаточно сложный трек, не такой однозначный. Там даже меньше блокчейна, скорее больше какого-то анализа данных. И ребятам в этом треке, я думаю, было достаточно тяжело. Нам тоже было, с одной стороны, тяжело выбрать победителя, с другой стороны, как-то немножко... Нас подкупил один факт, об этом я скажу типа позже, а сейчас я скажу команду, которая выиграла. Итак, команда победителя трека Fraud Detector. Equity Charger! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Поэтому я надеюсь точно так, что вы будете развивать вашу модель Я надеюсь, что не только community-based это будет Но, я не знаю, мы как-нибудь, когда-нибудь в будущем кошелек встроим Там, например, ML-ку, которая определяет, что это скам И скрывает, например, токен от пользователя Спасибо, ребят Ну и четвертый трек Который у нас назывался Documents and Tasks Flow Ох, я, по-моему, повторяю, что четвертый раз, чтобы было тяжело выбрать Что мы не знали, кого выбрать Что только один фактор, который там в итоге все решил Здесь было точно так же Точно так же было очень тяжело Не буду опять томить Команда победителя четвертого трека Documents and Tasks Flow RD-107 Ракеты двигатель таких взлетел Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, ребят! Давайте громко поаплазируем! У меня есть все У меня есть еще козырь Я не знаю, что... Не знаю, куда, правда, я положил бы На самом деле у нас есть еще один крутой, очень крутой приз от наших друзей из Binary District Я просто пару слов про Binary District Кроме того, что они помогают нам с организацией всего этого, у них реально есть очень классные курсы Я уже в начале, конечно, я прохожу Pio и довольно как слон Но кроме этого, у них есть курсы по машинному обучению, информационной безопасности Чему только у них реально нет Для менеджеров, для разработчиков Это классное технологическое сообщество Я очень рад, на самом деле, лично рад, что мы с ними дружим И от наших друзей есть приз В виде бесплатного прохождения курса Blockchain Developer Для команды, которая называется Sirius Пожалуйста, выходим на сцену На самом деле, мы просто решили, что раз они уже здесь много времени проявили, играя в футбол То почему бы им не дать времени еще потушить в дуло? Да Поздравляю, ребята! О, мой лучший! Ребят, все-все-все нормально. Давайте, похлопаем еще раз. Жаль, у нас нет приза за актерское мастерство. Я знаю, кто бы получил. Да, всех победителей. Приглашаю, пожалуйста, на эту сцену сфотографироваться вместе с участниками жюри. Давайте, вот, быстро-быстро пройдем. Все остальные... Спасибо, ребят, спасибо! Знаете, у нас тут сидит в зале ребенок с телефоном Саши, твой сын. Значит, мы считаем, что направление Геймс — это реально будущее наших детей. Поэтому большое вам спасибо. Давайте все еще раз поаплодируем за этот подготовленный малый консавчик. И жюри, и жюри, и с детьми. Спасибо. Ну что, ребят, вот теперь у меня точно плохая новость. Для вас хорошая, для меня плохая. Настало время прощаться. Я вначале говорил, что я вам успел это доесть. Надеюсь, я ведь это все еще не сделал. Мне было очень круто с вами работать, очень круто отвечать на ваши вопросы. Если у вас остались какие-то другие вопросы, если вы хотите использовать Уэйвс, пишите мне. Вот, я есть в чатике. В любое время пишите по поводу Уэйвс, технологий, чего угодно. Ой, а я забыл одно. Про команду Уэйвс, которая участвовала в своем собственном треке, я забыл. На самом деле, победила корпоративная дружба. Мы решили, что мы наградим все команды, но это уже будет в офисе во время рабочей недели. Поэтому давайте похлопаем, да, ребятам, которые мы решили. А теперь точно все. Ребят, в хоре вас ожидает пиво, вас ожидает еда. Молодцы, ребят, до встречи! Ребята, я вас обманул! И на ресторане! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok